После сегодняшнего отказа Конституционного суда принять жалобу блогера Алексея Навального на статью закона, не позволяющую ему стать зарегистрированным кандидатом в президенты, ему не остается иного пути, как переходить к тактике организации перманентных провокаций, что он и собирается сделать 28 января на акции в Москве в рамках так называемой забастовки избирателей. Суть этого мероприятия Навального, как собственно и всех остальных, организуемых в последнее время, состоит только в одном – максимально долго продержаться в актуальном медийном поле, не дать затухнуть волне скандалов и вновь продать себя оппозиционной тусовке в качестве персонажа, способного бросить вызов власти. Для эффективного денежного потока, причем как от рядовых сторонников, так и от крупных доноров, необходимо все время поддерживать градус умеренного насилия, причем в отношении именно рядовых активистов. По этой причине Навальный и отверг предложенные ему у мэрии на 28 января целых три альтернативной площадки. Ему нужна картинка, давка на Тверской, а желательно и где-нибудь на охотном ряду, цепи Росгвардии и полиции в центре Москвы, автозаки, задержание под камеры, комментарии иностранным и отечественным СМИ. Скорее всего, в планы Навального даже не входит сам факт появления на митинге собственной персоной, он может специально заранее подставиться под арест, чтобы в тепле камеры и спокойно наблюдать за тем, как школьники, городские сумасшедшие и разного рода представители маргинальной оппозиции будут обеспечивать Навальному поводу для продолжения политической активности. Навальный и Ко, видимо, испытывают финансовые проблемы, ведь не случайно блогер недавно анонсировал запуск рекламы на своем основном канале онлайн-трансляции Навальный Ливи. Очевидно, это показатель желания основателя ФБК начать монетизировать аудиторию после прекращения потока пожертвований. Леонид Волков и вовсе рассказал в эфире последнего выпуска штаба о том, что они вынуждены сократить персонал на 10% и в последующем уволить еще какое-то количество людей, находящихся в их сетке. Навальному, очевидно, нужно планировать какое-то поствыборное будущее, и хорошим стартом могли бы стать массовые задержания и желательно административные и уголовные дела против сторонников, что позволит создать новую аргументацию и мотивацию для актива и перезапустить краудфандинговые проекты. Самое интересное, что даже собственная социология ФБК, продемонстрированная вчера Навальным в своей программе, предрекает президенту Владимиру Путину сокрушительную победу в первом же туре. Все эти забастовки и попытки с помощью несанкционированных акций и последующих задержаний прикрыть малочисленность протеста демонстрируют отчаянную попытку Навального удержаться на волне медийного хайпо. Проблема только в том, что, не предлагая никакой позитивной повестки, даже эфемерного лозунга поддержки собственной кандидатуры, выводить людей на улицы просто из расчета на протест довольно глупо и, думается, что контрпродуктивно. Заявляя о бойкоте выборов, Навальный сам загоняет свой актив в политический тупик.